Попытка первой сиделки США Джилл Байдена забрать голоса латиноамериканцев на выборах провалилась, когда она сказала, что они такие же уникальные, как тако для завтрака, что вызвало критику со всего политического спектра. Разнообразие этого сообщества такое же уникальное, как багеды, винные погреба Бронкса, такой же красивый, как цветы Майами, и такое же уникальное, как тако на завтрак здесь, в Сан-Антонио. В этом ваша сила. Выступая в Сан-Антонио на ежегодной конференции Unidas US, ранее известной как Национальный совет Ла-Разе, Байден попыталась похвалить Рауэля Изагиры, который возглавлял организацию по защите гражданских прав и защите интересов латиноамериканцев в течение 30 лет. В Нью-Йорке любят круглосуточные рестораны, известные как винные погребки, которые часто руководят доминиканские или пуэрториканские торговцы. Сиделка Байдена неправильно произнесла это слово, как багадас. Сан-Антонио также является одним из крупнейших латиноамериканских городов в США с населением почти полтора миллиона человек, из которых 65% составляют латиноамериканцы, согласно данным переписи населения США. Национальная ассоциация латиноамериканских журналистов прокомментировала, заявив, что Байден и ее спичрайтеры должны лучше понимать менталитет нашего народа, особенно если она пыталась на этом заработать политические преимущества. Джил Байден, также выступая перед испаноязычными, тоже вздумала неумело имитировать их акцент, а затем и вовсе выпалила, мол, все испаноязычные разные, прямо ну как так, а на завтрак. Ее тут же обвинили в оскорблении испаноязычного общества. Досталось и название конференции, где она выступила. Latins Inclusions, Latins. Демократы называют латиноамериканцами терминатинкс, хотя по опросам лишь 2% испаноязычных он интересен. Поддержка Байдена среди испаноязычных низка как никогда, даже среди белых он сейчас более популярен. В 2020 году Трамп уже получил значимый процент голосов испаноязычных, 35%, и выиграл во многих округах на юге США, где 90% населения латиноамериканцев. На выборах в Конгресс за республиканцев могут проголосовать сегодня уже больше 40% испаноязычных. И подобные заявления Джил Байден лишь еще сильнее отталкивают латиноамериканцев от Демпартии, которую они винят в развале экономики, в культурных войнах и в разгуле преступности.